Иисус Иисус Итак, 5000 человек, но на самом деле 5000 мужчин, потому что на иврите, если мы вернемся в ветхозаветные времена, когда он говорит Адам, Адам это человек, но Адам это еще и имя. И когда он говорит Анашим, это имеет отношение как к человеку, так и к мужчине. Поэтому нам надо всегда понимать, о чем идет речь. Я не думаю, то есть я практически уверен, что если бы можно было перевести обратно с греческого языка на иврит, то здесь была бы какая-то проблема. В крайнем случае, что это значило? Это значило, что мужчина, который есть, он всегда представляет целую семью. Женщина является представителем семьи, но она не является родоначальником семьи, она не является главой семьи. Поэтому упоминание мужчин, как людей, которые отвечали за семью, всегда уместно. И оно абсолютно не обозначает унижение какой-то одной части людей. Две рыбы, пять хлебов, сегодня на алтаре в церкви, которая построена на месте этого события, в корзине только четыре хлеба. Предполагается, что пятый это и есть Иисус, который предложил себя, как хлеб жизни. Мы читаем дальше. Воскрес, была определенная стража, то есть по времени, или когда шли в храм, определенное время. Итак, в четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились, говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус говорит и сказал, не бойтесь. И Петр говорит ему, ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он сказал, иди. Он и сегодня нам говорит, иди. Вопрос не в том, что он нам говорит. Это важно. Вопрос в том, что мы слышим. И можем ли мы делать все исключительно, основываясь на своей вере. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Сейчас за моей спиной, естественно, никакого ветра нет. Тишь и гладь. Но я уверяю вас, это случается достаточно часто. Когда дует внезапный ветер в шарке, здесь поднимаются волны. И не одно судно, а множество из них, уже потерпело свои крушения, как во времена Иисуса, так и гораздо позднее. Все здесь меняется достаточно скоротечно, и мгновение ока может поменяться, и погода. Сегодня мы снимаем с вами здесь эту передачу «Тепло». Завтра обещали уже шторм. Я бы не удивился, если бы он наступил через пять минут. Итак, представим себе эту картину. Шторм. Иисус успокаивает Бога. Ободритесь, не бойтесь. Петр говорит, повели мне. Он сказал, иди. И выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Это, наверное, самое разумное, что Петр сказал в этот момент. Господи, спаси меня. Иисус, простирая руку, поддержал и говорит ему «маловерный». То есть человек, у которого недостаточно веры. Не неверующий, но маловерный. Вы знаете, я думаю, что все мы с вами относимся к категории маловерных. И не только потому, что мы не ходим по воде. Не только потому, что мы не рискуем ходить по воде. Но я думаю, это касается каждый день, практически любого эпизода нашей жизни. И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие в же лодке подошли, поклонились ему и сказали «Истинно, ты есть Сын Божий». И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места узнали его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. Очень показательная вещь. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Во-первых, к краю одежды его. Край одежды его – это кисти, которые он всегда носил на себе. Это заповеди, которые были даны в Торе. И которые предполагали, что каждый еврейский мужчина, достигший совершеннолетия, обязательно всегда будет ходить с этой одеждой, для того, чтобы кисти на концах напоминали о заповедях Божьих. Поэтому люди прикасались. Я не уверен, веровали ли они все, которые их приносили в Иисуса, или Господь просто исцелял их по своей милости. Здесь и дальше у нас огромное количество мест, когда Господь Бог исцеляет людей не как условие их спасения. Он знает, что многие из них никогда не уверуют и не спасутся. И не как условие их уверования. И даже не как условие, что они обязательно будут слышать от Него Слово Божие. Я думаю, что Господь Бог делает то, что сегодня называлось бы проповедь своей жизнью Евангелия. Не только словами, или не столько словами, как делами. Не столько чувством любви, как делом любви. Иисус кормит людей. Иисус исцеляет людей. Иисус одевает людей. Иисус заботится об их ежедневной жизни здесь, сейчас и на земле. Прекрасно понимая, что если Он любит людей, а Господь Бог есть любовь, то эта любовь вовсе не обусловлена какими-то условиями. Потому что в таком случае это уже не любовь. Это уважение, расчет, за который обязательно потребуется награда или воздаяние. Иисус просто любит людей. Если хотите, Иисус не может не исцелять людей. Иисус не может не кормить людей, потому что это суть любви. Я задаю себе вопрос, и это имеет непосредственное отношение к нам. А что если бы мы знали, что человек, которому мы идем, накормим, напоим, оденем, никогда не уверует? Сделали бы мы это? Или бы мы сочли, что мы напрасно тратим время? Ведь в конечном итоге, если Он не будет с нами на небесах, то все земное, есть прах. И зачем мы вообще это делаем? Знаете, Иисус, в отличие от нас, прекрасно знал, кто уверует, кто нет. Я далек от споров между армянинцами и кальвинистами, можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. Предопределено оно, не предопределено. Можно найти, потерять, опять найти, опять потерять или вообще не терять. Спасен раз, спасен навеки. Я не ухожу в эти вопросы. Я благодарен Господу Богу, что Он вообще не дает мне даже представления о том, каков механизм этого действия. Потому что, если бы я знал Его наверняка, и учитывая мою лень душевную, которая присуща любому верующему или маловерующему человеку, если хотите, я бы ходил исключительно к тем, о которых я знал бы, что они уверуют и не потеряют. Потому что какой смысл идти пробоведовать тем, которые уверуют, а потом теряют. Но по великой мудрости, по небесной гениальности нашего Господа, я не знаю этого. Господь Бог знал. Так насколько же больше я должен, чем Господь Бог идти ко всякому, кто нуждается в материальных простых вещах в этой жизни, и являть Ему любовь, если мне неведомо, кто, когда, где, при каких обстоятельствах придет или не придет к спасению. Господь Богу было бы очень удобно оправдать себя, если бы Он искал такого оправдания и лицеприятия у людей, почему Он ходил в одно селение, а в другое не ходил. Он бы объяснил, я туда не ходил по простой причине, потому что я знал, что эти люди не уверуют. Он не делал никогда никакого различия. Он исцелял тех, которых спасала вера, и Он исцелял тех, которые о вере и не заикались. Я уверен, что после двух тысяч лет христианства, когда в огромной степени сегодняшнее христианство выхолостилось в идею, в доктрину, в схоластику, систематическую или не очень систематическую, и иногда знания о Боге или знания об Иисусе заменяют нам знания Иисуса, Я уверен, что сегодня, для того, чтобы наша евангелизация стала на самом деле евангелизацией и любовью, мы должны прежде всего не просто задать себе вопрос, любим ли мы людей, но ответить их словами Петра. Да, я люблю Тебя, Господи, а значит, я люблю людей, любящих Бога. Я думаю, что сегодня настало время любить людей. И в этом и есть истинное христианство. Не столько словами, не только словами, но проповедовать Царство Небесное прежде всего нашими делами и нашей жизнью, вызывая у людей ревность, дабы у нас было не просто право, но привилегия сказать, я живу так, потому что во мне живет Господь, потому что во мне живет Святой Дух. Жизнь Иисуса и Его слова есть прямое подтверждение именно такому пути. И я верю, что, идя по такому пути, мы увидим многих, приходящих к нашему Господу Иисусу. Да будут они и мы с вами благословенны. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинари». Субтитры создавал DimaTorzok